и снова здравствуйте всем привет блендер 2 91 хотелось бы в этом ролике именно рассмотреть анимацию с катаной так по серьезному уже этот ролик возможно затянется будет очень длинный а в следующем ролике я расскажу как сделать вот такую откуда взять точнее информацию и сделать анимацию как все это дело делается так погнали так я сразу поставил в нулевую позу персонажа с катаной пальцы согнул ему и будем писать опять же на таймлайне чтобы у нас были 1 2 3 4 5 так далее кадры погнали включаем видимость n панель сейчас сразу включу чтобы вы видели что я нажимаю так n панель можно закрыть клавиша n и так у нас выбираем косточки отдельная кость на кота не стоит кота на к ней привязана и косточки на персонажа персонаж вам уже знаком заходим в пост мод настройки тоже в прошлый раз я все это дело показывал мы погнали так нам понадобится теперь первый кадр в первом кадре мы делаем что нам нужно вот эту ногу вот эту ногу g английская чуть-чуть приподнять чуть-чуть r развернуть немножко это я маху дал вот так и вот эти пальцы тоже подзагнуть получается вот колено сгинается так теперь вот эту руку вот эту руку выбираем косточку руки r перекручиваем g выводим ее вперед и еще немножко перекручиваем вот так вот ну и желательно и наверное загнуть в кулак как это делается семерка на нампаде выбираем сначала наверно от первые фаланге вот эту фалангу вот эту вот эту и вот эту и теперь семерка на нампаде чтобы лучше загибаем чтобы лучше загибаем так следом выбираем вторые фаланги вот эти так семерка на нампаде и опять же их в кулак складываем чтобы все лучше видеть выбираем сначала палец этот большой отключаем видимость костей и теперь наверное вот как бы r вот так опять включаем видимость еще одну фалангу выбираем и немножко ее так вот тоже подгибаем ну где-то в таком духе и наверное все таки r к этим пальцем так смотрим на пальцы выбираем что тут у меня так получается вот эту фалангу и и и чуть-чуть поближе эту чуть-чуть тоже отдельно поближе ну чтобы у нас в принципе получился кулак ну вот что-то в таком духе и вот эту талию таз семерка на нампаде немножко r как бы перекручиваем вот в таком духе так и голову голову шею будем крутить так семерка опять на нампаде и чтобы он смотрел именно вперед и немножко голову как бы наклонил вот так вот так теперь таз g немного назад и немножко как бы в присед вот такая штука чтоб получилось а и блок рот единицы нампаде косточки отключаем и смотрим вот он стоял вот переходу вот этим потом можно будет расширить и добавить какие-то еще по кадры по кадровки так включаем теперь на второй кадр и что нам нужно сделать выбрать кость ноги вот эту выбрать кость мяча через shift и кость руки так единицы нампаде и немножко g вот так это все отвести так теперь g рука как бы подгибается и таз таз как бы g так вот я нога на месте стоит получается вот в таком духе и рука немножко ну как бы к верху наверно еще приподнять вот так вот раз или вот как бы крутанула чтобы так мы немножко еще семерка на нампаде и перекручиваем и r немножко вбок как бы уходит уходит вот так вот так смотрим как тут ведет себя рука немножко r немножко вниз вот так вот g а и о крот смотрим что получается вот такая штукенция так теперь третий кадр делаем опять включаем видимость костей единица нампаде чтоб лучше видеть выбираем косточку выбираем теперь руку прижимаем так немножко и опускаем и немножко g прижимаем как бы к ноге так теперь выбираем еще ногу через shift и еще от ногу вводим как бы назад еще немножко семерка r перекручиваем корпус и голову немножко еще семерка на нампаде r подправляем и немножко ее как бы нагинаем и он как бы еще немножко должен так нету а g присесть чтобы опора на ногу была а и лок рот и смотрим что получается вот так теперь нам понадобится четвертый кадр так включаем видимость костей си семерка так семерка на нампаде вот эту ногу вот эту ногу меч рука уводим еще как бы дальше g вот так еще немножко его вот таким вот образом вот таким вот образом рука немножко вниз в бок уходит и получается вот рука и косточка нжи как бы выкручивается выкручивается и немножко уходит назад еще вот такая штукенция а и лок рот нормально так теперь пятый кадр единица на нампаде так пятый кадр да так на пятом д вот эта нога g опускается r выворачивается ровно становится вот так и пальцы тоже r выравниваются все нога стала и вот меч меч с рукой вот этой должен немножко g уйти назад ну вниз опуститься немножко наверное вот так вот в бок рука как бы прижимается поближе и голова так таз нормально выкручен давайте попробуем выкрутить теперь предплечье вот этого не таз а предплечье и голову как бы с подлобья чтобы он раз так смотрел а и волк рот смотрим что получается так на четвертом кадре давайте на четвертом кадре еще немножко перекрутим уже не тазовую а вот именно выше кость которая стоит где живот r чуть-чуть тоже перекрутим вот так вот а и локрот перепишем кадр единицы на нам паде так и наверное на пятом кадре наверное его немножко джи на ногу вот сюда как бы я не знаю на вытяжку надо перетянуть ну где-то так наверное пусть пока побудет потом будет корректировка а и локрот единицы на нам паде опять же давайте шестой кадр сделаем теперь что нам нужно сделать джи вот эту тазовую кость отводим назад и как бы он приподнимается вот так вот а меч меч r перекручивается и как бы джи еще рука выпрямляется вот так вот и немножко наверное упор вот на эту ногу уходит но получается вот эта рука r вот так и немножко джи кверху так голову немножко поровнее даже нет пусть сбоку смоет вот вот что-то в таком духе получается джи нога нога выравнивается и вот эта кость тазовая еще больше перекручивается так так единица на нампаде шея r это g вот а и блок рот вот вот такая поза у него стала теперь как бы боковая тазовая вот и вот смотрим что получилось нормально нормально получилось седьмой кадр давайте теперь смотрим единица нам падень седьмой кадр это задержка будет а и локрот еще раз прописываем вот он остановился здесь он задержался теперь смотрим восьмой кадр как сделать так вот здесь g на седьмом чуть-чуть он на приседке получается а и локрот и на шестом немножко тоже он должен как бы на приседе быть вот так а и локрот так теперь здесь он тоже должен немножко быть на приседе чтобы ноги выпрямлялись а и локрот здесь что получается так здесь тоже у него g присед идет а и локрот здесь он на вытянутой на одну ногу приседает вот на эту так ctrl z g вот так а и локрот вот теперь у него будет более-менее такая динамика нога на восьмом кадре на восьмом кадре g вот эта нога вытягивается а вот этот меч с рукой еще немного r опускается и получается вот это плечо вот это плечо семерка на нампаде как бы r еще в бок уходит и немножко приподнимается вот так наверно так а здесь выпрямить надо палец вот этот вот так вот и локрот единицам нампаде смотрим что получилось возможно сильно большую амплитуду я вот эту дал но это потом можно будет подправить ну нормально так теперь 9 10 на 9 у него выпрямляется спина и голова вот так вот раз и рука вот это вот g как бы уходит назад не наверно вперед все-таки а вот эта рука с мячом g назад еще уходит вот так а и локрот 9 и 10 тоже в принципе такой же должен быть но немножко наверное вот эту позвоночник чуть перекрутим и немножко таз так раз и вот этот меч меч с рукой чуть-чуть еще l и немножко g и и голову тоже раз а и локрот единица нам паде вот такая штукенция а а на 9 давайте шею подправим с головой r вот так немножко немножко так а голову немножко вот так вот а и локрот локрот ну и здесь голову немножко тоже подправим перекрутим и голову тоже чуть-чуть вниз как бы вот так а и локрот так тройка здесь немножко складка у него понеслась но это кости потом подрегулируем так так ну в принципе нормальная поза так но только голова у него должна все-таки смотреть на противника а немножко наверно руку g а и локрот а и локрот нормально так единица на нампаде куда-то смоет куда-то смоет ну ладно потом подправим еще так одиннадцатый кадр он должен нагнуться голову немножко r вот так и немножко g присесть при этом меч еще больше с рукой уходит за персонажа вот так как-то так теперь семерка на нампаде r голова уходит сюда и r голова уходит в бок и уходит r вниз вот так вот а и локрот нормально корректировок тут много надо будет еще делать плоховато что плечо полностью ушло а так вроде и нормально может меньше разворот ему дать на двенадцатом кадре он должен g вот так g рука как-то так голова шеи так семерка на нампаде r перекручивается в сторону противника семерка на нампаде вот эта нога r перекручивается вот в такую позу а вот эта рука вот эта рука g r g так не вижу вообще кисть как так так кисть вот так вот и g вот в таком положении а голову так шеи r вот так и немножко r еще больше наклон идет через shift руки корректи корректируем выбираем теперь все вот эти косточки не трогаем только вот эту ногу так или в принципе вот эту ногу лучше там подвинуть g и она уходит вот сюда а и локрот выпад так тринадцатый кадр на тринадцатом кадре все еще интересней так теперь у нас получается семерка на нампаде выбираем выбираем наверное сразу и руку и косточку катаны да и сразу наверное вот эту косточку семерка и все это дело r перекручивается и нагинается r вперед вот так на ногу опора теперь катана с рукой семерка на нампаде r g подается вперед r кист перекручивается и g так наверное вот так аж так 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 r еще больше перекручиваем и вот эту кость которую мы вертели с живота нужно тоже перекрутить так катана еще опускается ниже r это рука это рука это рука r перекручивается еще больше семерка на нампаде и уводится g так r еще больше выкручивается сгинается так теперь r в эту сторону семерка на нампаде r голову выкручиваем голову возвращаем назад так что тут изменилось что у него с головой тут стало так непонятно а вот шея уходит голова поднимается и теперь нужно шею вернуть сюда что-то у него с лицом поведуха надо веса подправлять ну в принципе нормально такой будет без башины с поведенным лицом так и теперь выправить надо пальцы так так выбираем сначала первые фаланги вот эти жмем r выгибаем теперь выбираем вторые фаланги вот эти вот эти вот эти вот эти и вот эти расправляем теперь пальцы так как нам надо так и что-то тут у меня пальцы перекрутились вот эту косточку наверху эту тоже к верху эту тоже к верху вот 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 так будет нормально а и вот 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 okay вот становится ровно на ногу, эта нога G перекручивается и поднимается кверху вот так. Теперь он выпрямляется G. Направление упор на ногу. Катану пока можно убрать. Эта рука так и остается, вот так вот. Что у меня с головой? Где она? Где-то я сильно перекрутил на каком-то кадре, не пойму. Так, семерка на нампаде R. Голова R. Так это R. Голова еще ровнее. G. Нога сюда. Таз теперь перекручиваем. Семерка на нампаде R. Вот так вот. Голову тоже перекручиваем шею R. Семерка R. Так, теперь с кистью надо поработать. В каком плане? Чтобы пальцы опять распустить. Так, выбираем, наверное, сразу последние фаланги. Делаем R, чтобы видеть следующие косточки. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. И тоже R. Распускаем. Так, немножко выкручиваем. И выбираем последние фаланги. То бишь самые первые. Так, где тут? Вот это. И делаем тоже R. Так. А через shift было. Ctrl Z, Ctrl Z. Через shift вот эту косточку. И R тоже выкручиваем. Так, теперь поправляем пальцы. Продолжение следует. Так, ну где-то так. И вот этот палец. Вот этот палец. Нужно тоже R выгнуть. Так, а вот эти пальцы прям сильно развести. Во. И что получается? Ну, в принципе, нормально получается. Так, единица на нампаде. И вот теперь нам эту руку, вот эту руку. Нужно G вот сюда поднять. R перекрутить. перекрутить. Еще R перекрутить. G поднять вот сюда. Так, G немножко увести. И R еще перекрутить вот так. Так, вот такая получается где-то поза. Но чтобы она еще была лучше, нужно еще больше его перекрутить вот так. Голову перекручиваем еще больше. Получается вот эта кисть. G вот где-то вот сюда уходит. Опора выходит на вот эту ногу. Эта рука так и остается в изгибе. Вот так. А катана, катана G должна быть вот тут. R, G как-то вот так. Р, G и вот так вот. Не закрывать руку где-то в таком духе. Так, вот по руке смотреть, короче. Вот поближе к руке. А, и лок рот. Вот это замудренка. Так, еще надо с кистью тут разобраться, косточку подправить. Так, теперь нам нужен пятнадцатый кадр. Вот эта перекрутка катаны самый, ну, самый кайф будет. Она сейчас должна вверх уйти. Так, на пятнадцатом кадре, на пятнадцатом кадре вот эта нога теперь G еще больше выходит вперед. Выходит G вот так. Эта рука выходит ближе G вот так к лицу. Как бы, наверное, еще больше изгибается. И, ну да, где-то так. Так, а катана, катана, получается, должна у нас теперь единица на кампаде R и выйти вот сюда. Вот так. R вот так. Подойти к руке с этой стороны, с тыльной. еще немножко перекрутить по пальцам и вот так вот G поставить. А, и. О, крут. Смотрим, что у него сейчас за позы. О, бомба. Надо только вот эти вот перекруты, перекрутые удалить на руках. Это все будет на каждом кадре поправляться потом. Идет подкид меча. И сейчас катана должна вот в другое место уйти. Самый смак. Вот из-за этого и делаю. Так, вот эта рука должна G, R чуть вверх уйти. Теперь что получается? Теперь получается, что нам нужно согнуть вот эти все пальцы назад в кулак, чтобы он катану взял. Так. Теперь получается вот эти фаланги через shift вот эти, вот эти, вот эти. мы сгибаем R. Так, вот этот палец. Как. Ура. Теперь это уже. Было неправильно. Так, вот эту не рамку через лицо... Ни некоторых. Ура. 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 возвращаем их поближе то мы их разводили теперь нам надо их вернуть на место вот так так это близко будет слишком и и и так что тут получается такая и теперь вот эти пальцы еще больше подкинаем это возвращаем чуть-чуть повыше ну вот что-то в таком духе как этот палец пониже опускаем и у тебя тоже фалангу тоже пониже вот это как бы замыкаем смотрим что получилось так с этим пальцем перебор вот так и теперь катану катану нужно вставить в эту руку так единица нампаде делаем r делаем джи где-то вот так наверное и вот таким вот образом ну и палец подогнем так вот и немножко как бы динамики добавим чуть-чуть руку как будто он ее поймал вот так вот раз чуть повыше может так не вот так а вот здесь спину наверно чуть-чуть надо подкрутить плечо немножко пониже ну пока вот так как то а и локрот так как а то на наверно чуть чуть подальше на вот сюда да а и локрот что тут кости получилось что тут за перекрут идет так настройка костей так это у нас инверс кинематик так ближе дальше и немножко во динамику уменьшим вот этот перекрут а и локрот смотрим вообще что получается здесь на еще больше кадров как бы добавить так мы поправим здесь сразу инверс кинематик и плечо так это плечо если вниз нормально и инверс кинематик вот так так осытаем на что это тоже можно поменьше поставить и как бы плечо на кверху а и локрот так что нас 17 кадром так а 17 кадром у нас вот такая штука получается здесь мы выбираем кость руки какие-то катаны делаем р делаем так не наверное все таки вот это делаем катана немножко уходит же как бы сюда это рука как бы к верху поднимается и немножко так а нога нога вот это получается еще больше g поднимает вот так а и локрот словом от 16 кадра идет жизнь вроде как он ловит меч у него спина уходит чуть-чуть и рука чуть-чуть уходит это рука просто как бы к верху приподнимается и нога еще приподнимается получается спина рука нога поднимается на этом стоит такая штукенция так ну нормально так 18 кадр сейчас делаем пропустим давайте 18 кадр 19 20 и 21 будем делать тогда просто здесь я надеюсь что они пропишутся от 17 до 21 автоматически так теперь мы опускаем вот эту ногу берем катану берем руку берем таз берем вот эту руку и g вот так все это дело опускаем так единица на нампаде вот эта нога g уходит вот сюда теперь все это дело мы перекручиваем семерка на нампаде вот так так пардонте control z так мы должны перекрутить на пока таз семерка р теперь перекручиваем семерка на нампаде р ногу единица на нампаде нога g ставится на место так как она вообще тут становится так р немножко перекручиваем и уводим g вот сюда и немножко так и немножко g рука вот это поднимается чуть к верху и р кисть опускается вот так как то так как кисть рукой и вот эта часть как бы g как не это g вот так как то и рука катаной делать должна g угол вот так это значит р р плечо еще как бы приподнимаем а это немножко семерка на нампаде р возвращаем назад во так и получается немножко р как бы вперед во и чтобы он нормально зафиксирован был эту ступню еще р перекручиваем g опускаем и выводим как бы наверно за тут сюда вот так как голову семерка на нампаде р перекручиваем и получается вот эта часть спины вот так должно из-за меча выйти во вот теперь классно а и локрот восемнадцатый девятнадцатый так восемнадцатый принципе можно прописать а и локрот а и локрот девятнадцатый в принципе тоже а и локрот и двадцатый мы запомним а потом если что и будем изменять а и локрот так на двадцатом пардонте пардонте g так control z выбираем руку вот эту руку и g g вот так мы поднимаем вот эту руку g немножко уводим а эту ногу g немножко вот сюда как бы вот а и локрот переписываем так теперь девятнадцатый тогда delete вот теперь нормально вот так вот двадцать второй теперь нужно сделать кадр так а с двадцать вторым тут вообще перекруты уже есть сейчас выбираем вот эту часть семерка на нампаде именно где живот кость перекручиваем вот таким вот образом вот так выбираем руку выбираем катану g wir в и а все и так еще раз выкручиваем еще раз перекручиваем g уводим назад так вот и наклоняем теперь выбираем таз выбираем руку и жмем g и жмем g теперь выравниваем выкручиваем семерка на нампаде персонажа именно это уже таз мы выкручиваем еще немножко сюда так вот так этот наверно вот сюда единица на нампаде так семерка на нампаде шею выкручиваем выбираем так как же он так перекрутился весь мама не горюй выбираем теперь кисть катану и g вот так вот ctrl z ctrl z еще немного перекручиваем еще вниз наклоняем и g так еще больше на наклонить еще больше вот так вот выкрутить вот так вот теперь g вот так это нога уходит g еще больше вперед весь упор ложится вот на эту ногу значит таз нужно еще перекручивать вот так вот и теперь нужно с рукой от этой разобраться так g g r выкручиваем еще раз перекручиваем так и по моему у нас еще перекручен корпус да вот он корпус так голову назад голову вперед вот эту косточку р вперед голову к верху меч с рукой g уводим поближе и немножко так как ты так как жены взял тут так правильно теперь мы руку и перекрутим тоже перекрутим она тут перекрутилась а вот так вот и вот так вот и немножко джи так немножко r на вытянутую кисть теперь выбираем катану так как получается где у него палец и с так вот тогда еще немножко и и все джи сюда с вот так да еще немножко м и и теперь выбираем опять же руку и катану и пробуем все это дело как ты так катана не так должна быть а вот так же сюда так вот теперь на попробовать ее установить так вот теперь он ее должен вроде бы нормально g и вот так вот g держать так теперь это все дело вот так перекручиваем голову перекручиваем out эту руку g будем вот сюда и так вот немножко амплитуду поменьше немножко вот так эту р кисть вот так и немножко вот так вот g ну вот что-то в таком духе получается а и локрот так что получилось ставим 22 кадра пока единица нам пади смотрим что тут вообще получается вот нормально попробуем теперь расширить все это дело выберем нулевой кадр на таймлайне надо с нажать именно с первого кадра с и доведем ну где-то ну давайте до сотого ставим 100 кадров единица нам пади смотрим вот теперь нужно добавить кадры сделать мягкости ему и в принципе добавить каких-то еще костей как они будут работать там задержки где-то задержки где-то поставить ну прописка вот прошла вот теперь у нас появились места где мы можем допрописать какие-то движения вот прокрутка его идет здесь можно добавить побольше кадров и будет все помягче так ну этим я займусь уже наверно в следующем ролике и кстати хотел вам рассказать где взять информацию и как вот это все откуда брать все всем пока до свидания